Это очень нехорошая тенденция с этими клещами, потому что у нас даже зять был, они живут в селе и пас коров, он, знаете, держит свое хозяйство, то было очень сложно и потом удалить его очень непросто. Клещи очень опасны, их нельзя просто вот так выдирать, это очень сложно, их надо так делать, спиртом сначала, а потом пойти в лекарный. Там, где травы много, растительность, одевать, если в лес идешь, что-то длинненькое, брюки, носочки, сапожки. Клещи – это маленькие микробы, камашки, которые у зверей, конечно, можно их снимать, а у людей лучше поехать в больницу. Говорят, в городе есть, как говорится, на деревьях. Были пару случаев, когда клещи кусали, но просто в других местах не получается гулять, она и по траве хочет побегать. Если, например, в лес куда-то идти, то обычно мы одеваемся, соответственно, открытые участки каждые должны быть. Ну, такие элементарные правила, которые мы, в принципе, в школе проходили. Ну что, продолжим. Дозвольте представлю вам, фахівця, цих питань. Будем зараз еще раз разбираться в цьому питанні, болезненному для украинцев, для миколаевцев. Отож, до нашей студии мы попросили Сиклану Маркову, областного токсиколога. Доброго ранку вам. Отож, знаете, черговый раз будем говорить про клещи. Отож, давайте разбираться, где мы можем их подхватить. Потому что, вот я слышала в разговорах, что даже у ліжка нас может вкусить клещ. Отож, что же это такое, где мы можем их встретить? Ну, нужно помнить о том, что клещ – это не ядовитое насекомое. Оно, в общем, к тактикологии такого прямого отношения не имеет. Но, тем не менее, с любимыми укисами насекомых люди обращаются к врачу. Клещ – это кровососущая насекомая. В основном, вот, люди сами знают, где они находятся. Они находятся в траве с началом весны. Это, пожалуй, одно из первых насекомых, которое причиняет людям беспокойство. В основном, домой заносятся клещи либо самим человеком, либо животными. Домашними – это кошки, собаки, которые бегают в траве. И, естественно, клещ больше всего имеет контакт с животными. Он очень легко может напасть, ну, не напасть, прицепиться к животному. Поэтому, сам ответ на вопрос, как уберечься, это, в принципе, осматривать себя и своих домашних животных после того, как погуляли. Дача, леса, отдых. В основном, в таких местах идет контакт с клещом. Видов их очень много. Они есть более крупные, маленькие видов, разновидностей достаточно. И, опять-таки, внедрение, ну, люди очень боятся, но внедрение самого клеща, во-первых, проходит безболезненно. То есть, мы не чувствуем, что нас кусил клещ. Если у нас еще комар кусает, то мы можем чувствовать, а если клещ, то его нема. Он не кусает, он практически присасывается очень аккуратно и начинает свою работу. Поэтому, ну, какое-то время он может находиться на теле человека и не присасывается. Поэтому, чем быстрее вы стряхнете одежду, осмотрите себя, после того, что раньше вы убережете цветок клеща. То есть, понимаете, что люди не одразу понимают, что их кусил клещ. История с моего життя. Моя знакомая буквально вчера разговаривала и каже, Ира, дещо давно достала клеща и она не видела. Десь он там был позаду на спине, попросила подивиться подружку. Подружка каже, то у тебя какой-то прищик, то не клещ. Вот так, как, за какие, может, места такие, наиболее вразливые кусают клещ? Нет, только наиболее доступные, наиболее доступные открытые места. Просто внимательно посмотреть. Если вы пропустили этот момент, его время не сняли, и клещ уже не снимается, то есть он повредил кожу и уже внедрился. В такой ситуации можно попытаться снять самому против часовой стрелки, вращающим движением, вытащить клеща. Против часовой стрелки. Выкрутить его аккуратненько, не отрывая, а выкручивая. Если клещ легко снялся на этом месте, это место обязательно обработать. Спиртом, спиртово содержащим раствором, дезинфицирующим, для того, чтобы не было просто внедрение каких-либо микроорганизмов, не было местного воспаления, местной реакции. Опасность, собственно, клеща, мы боимся только действительно инфекционной болезни. А я вот еще хочу уточнити, да, тобто, я правильно забрала, мы можем дома его вытягти и не идти в лекарню, чи мы маем идти? Я объясню. Если он снят и не внедрен, вы можете его просто, если вам неинтересно, что там находится, можно просто его убрать. Если же вы его удалили, он живой, его нужно поместить в какой-то флакончик и отправить в санэпидемстанцию для просмотра, что там находится. Конечно, обычно санэпидемстанция проверяет наличие клещей на боррелиозы, на клещевой энцефалит. В нашем регионе это в основном боррелиоз. Клещевой энцефалит, это в части в Крыму находится, и в России очень много, вы, наверное, смотрите по телевидению, там, где есть клещевой энцефалит, это очень опасное заболевание с большой летальностью, и надо, конечно, делать прививки профилактические. При подозрении, ну или при угрозе боррелиоза, который переносится клещами от животных, от грызунов, от диких животных к человеку, лечение более простое, но опять-таки оно простое, и эта болезнь лечится тогда, когда она вовремя обнаружена. Поэтому если вы сняли клеща, у вас есть опасность разиться, вы не знаете, что в этом клеще. Ну, по словам, ну да. Поэтому два варианта. Либо вы несёте клеща, его обследуют, говорят, он чист, и вы не бойтесь. Либо если вы не несёте, и есть сомнения в том, что, ну, неизвестно, получили вы инфекцию или нет, и вы обратились к доктору, он вам просто назначит профилактическое лечение на 5-6 дней. Есть антибиотики. Антибиотики. Да, да, типа тетрациклинового ряда, который человек может пропить 5-6 дней, и быть всё-таки спокоен, что он не заболел. Но всё-таки бывают ситуации, когда не заметили вообще, что он был, или не заметили, что он внедрён, и не обратили внимания. Так, как это же понимают. Тогда нужно знать первые признаки заболевания. В том месте, где находился клещ, через 5-6 дней, может немножко больше, там, до 2-х недель, появится красное пятно, иногда инкубация до месяца, и перемированное пятно, которое будет расширяться по периферии, края, и тогда обязательно нужно обратиться к врачу, потому что это уже начало болезни. Поэтому её нужно прихватить пораньше, для того, чтобы не было генерализованных форм, не было осложнений. Вот в этом, в основном, и заключается опасность клеща. И ещё одно замечу сразу. Местно не убрали, или вы недостаточно вытащили клеща, видите, что там есть головочка, нужно тоже обратиться к врачу. Местно могут быть нарывы, инфекционные заболевания, то есть местная реакция и инфекция. Так. А вот просили запитать, у вас такой народный метод, кажут, что там, где клещ, треба полити олією слоняшниковой, что он задихнется, умрет и сам отпадет. Это миг или правда? Да, ну, понимаете, если он уже внедрился, он вряд ли отпадёт. Так, это миг. Конечно, если он присосался только, и поверхностно находится, то подсолнечное масло, которое вы капнули, это просто не даст ему возможности дышать, и он погибнет. Всё, а извлечь его всё равно нужно будет. Ну, погиб клещ, ну, извлечь, всё остальное, всё так, как и до подсолнечного масла. Тобто, с клещами, зрозуміло, давайте одягайтесь правильно, да, как-то кажется, кто-то там одяг, да. Одежда, осмотр животных, обязательно осмотр животных, потому что пропускается, особенно тёмные волосы, они видны. Обязательно осматривать животных своих, ну и вся профилактика, и дальнейшая тактика. И следуете, ну, дивиться за собою, да. Но не клещами едиными, как-то кажут, турбуе нас это вопрос. Есть ещё и ещё более опасные ситуации. Конечно, сейчас появилось жалюще насекомое. Если говорить о статистике, то гибель, гибель людей, не говоря о том, что поражение людей, при жалюще гораздо больше. Даже от каракурта мы не имеем такой, потому что массовости таких повреждений меньше. Поэтому сейчас осы, пчёлы, шершни. У людей, они всегда страдают от этих насекомых. Нужно много знать об этом. Во-первых, знать свой организм. Если были уже встречи с такими жалющими насекомыми, то нужно помнить о том, что у каждого человека есть своя особая чувствительность. Раз. Второе. Имеет значение место укуса. И имеет значение количество укуса. Очень опасны укусы. Шею, полость рта. Потому что даже если нет сенсибилизации, то местная реакция от жалющего насекомого, естественная, которая будет у любого человека. Это боль, жжение и затем отёк. Местный отёк. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если это, конечно, на конечности, на туловище. Вы приняли какие-то меры, положили там болидол, млечный сок одуванчик, очень много методов, которые снимают отёк, холод в конце концов. И через там в течение дня несколько часов у вас всё прошло. Но если эта реакция местная выражена, и человек сенсибилизирован, может быть большой отёк, зуд. И нужно будет опять-таки обращаться к доктору, который будет помогать вам с этим. Если же произошло, человек кушает, не обратил внимания, или произошло, в общем, в шею, в горло, в лицо, здесь, конечно, может возникнуть явление отёка языка, отёка слизистой полости рта, что вызывает нарушение дыхания. Вот это смертельно опасно. Это реакция опасная для жизни, местная. Поэтому тут ситуация такова, что нужно иметь всегда с собой что-то, что поможет вам в этой ситуации. Ну, всегда выезжая на природу, нужно с собой иметь в летнее время ряд десенсибилизирующих препаратов, то есть противоаллергических, так называемых, препаратов. Если вы знаете, что вы чувствительны и были опасные ситуации, арсенал должен быть больше. Это немедленного действия антигистаминные препараты или мази, если местная реакция. Простейшие, маметазон, гидрокортизон, то есть мази, содержащие стероидные гормоны. Которые в дальнейшем помогут вам снять аллергическую реакцию. Если же происходит общая реакция, она бывает тоже немедленного типа, замедленного типа. Самая наиболее опасная, и опять-таки легкая степень, средняя степень, и тяжелая. У кого-то легкая, зуд, допустим, чувство страха, небольшое обсыпает тело в виде крапивницы. В средней тяжести может возникнуть отек квинка, даже если пчела или энцикома уколола в другую часть тела, тем не менее, наступает отек языка, отек гортани, осиплость голоса, бронхоспазм, то есть по типу осматического компонента. Тоди уже в этих моментах требуется... Это обязательно, тут нужно обязательно к врачу, хотя, если имеете вы димедрол, старые методы, или современные, ларатодин, кетатифен, гистофен, сейчас очень много противореческих препаратов, более медленного, фенкарол, немедленного действия таблеточки, конечно, можно дать выпить таблетку, естественно, согреть человека, дать обильное питье и вести его в стационар. Если есть дома инъекции стероидных гормонов, умеет кто-то это делать, и реакция очень сильная, можно уколоть дексаметазон, преднизолон, чтобы уменьшить эту реакцию. Это в аргентных случаях. Думаю, краще доли к сожалению, мы наблюдали ситуацию, когда у людей развивался анафилактический шок. То есть укус дает сразу немедленную аллергическую реакцию и, к сожалению, не успевают довезти до больницы и люди погибали. Последние 2-3 года у нас не было летарных исходов, но ранее были 1-2 случая в год, тогда, когда человек мог погибнуть, потому что идет резкое падение давления, нарушение дыхания, то есть колоптоидное состояние, изменение со стороны сельско-сосудистой системы и человек может, к сожалению, погибнуть. Поэтому нужно уметь себя вести, во-первых, на природе. Как это происходит? Треба слишком обережнейше быть, да? Мы же не видим, что десь біля нас, например, летает оса. Во-первых, при выезде на природу не нужно пользоваться парфюмерией. Иногда ряд парфюмерии привлекает к себе насекомых. Во-вторых, если села пчела или оса, нельзя ее бить. И даже если она вас укусила, лучше не прихлопать. Потому что если вокруг находятся другие сородичи, при прихлопывании она выделяет вещества, которые привлекают на себя сородичей. Если напал, роет пчел, нужно бежать через густую зелень, для того, чтобы отвлечь от себя или отбить от себя насекомых. Но не размахивать, если просто, не надо размахивать руками. Когда кушаете... Обязательно смотрите, они любят сладкое. Обычно происходит это чаще всего груши кушают, сладкую фрукту и не замечают. Как на природе, в любом контакт. И, конечно, обязательно, если это работа где-то на пасеке, всегда пчеловоды, они имеют методы профилактики. И, опять-таки, при попадании насекомого на кожу или при укусе принять меры. Холод, можно, но никто, вряд ли, будет медик, если есть медики, они знают, что нужно обколоть это место адреналина. Для людей это холод. Наложить жгут хотя бы, холод, жгут и дать противоалергические препараты. Дякуем вам. Вы сегодня по-инокшему раскрыли погляд на ось, а теперь буду бояться их еще больше, чем я боялась до сегодняшнего дня. Щиро вам дякую. Светлана Маркова, областный токсиколог, была у нас в гостях.